Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В городе-курорте Анапы удалось предотвратить мусорный коллапс. Об этом сегодня рассказала журналистам первый заместитель главы муниципалитета Анжелика Бузунова. Транспортная прокуратура, по иску которой закрыли полигон в хуторе «Красный», фактически требовала немедленного закрытия сортировочной площадки, которая действует там же. Однако в итоге администрации и общественникам удалось убедить суд дать срок на перенос производства. О том, как изменится маршрут вывоза мусора и есть ли надежда на снижение тарифов – в нашем следующем материале. У нас на улицах были бы просто горы мусора, которые бы мы не смогли вывезти в принципе. Всего этого удалось избежать благодаря аргументированной позиции администрации и общественности. Транспортная прокуратура добилась в суде решения о переносе мусороперегрузочной станции, которая расположена в районе хутора «Красный», рядом с полигоном, также закрытым ранее по решению суда. На исполнение решения было дано два месяца, однако представители надзорного органа настаивали на обеспечительных мерах, что фактически означало бы немедленное закрытие площадки. Вместе с тем, место для перегрузки мусора необходимо по технологии. У нас такого количества мусоровозов, чтобы напрямую с улицы, предположим, Новороссийская, он заполнился и пошел на Абинск, нигде не перегружаясь. Вы представляете, этой техники нужно в раза в четыре больше, чем у нас есть, потому что дорога на Абинск, понятно, что сейчас, особенно в это время года, это дорога на море оттуда, с России. То есть там пробки бешеные, мы бы стояли все в пробках, когда бы эти мусоровозы вернулись. Утром уехали, вечером приехали. Анжелика Бузунова назвала нынешнюю ситуацию с вывозом мусора непростой. Весной этого года по иску транспортной прокуратуры закрыт городской полигон твердых бытовых отходов. Их начали вывозить по Абинск за 170 километров, если считать прямой обратной рейсы. Стоимость вывоза мусора для населения и предприятий выросла почти в два раза. 90% тарифа – транспортная составляющая. Теперь прописку сменит мусоросортировка. Администрация подобрала площадку в районе хутора Верхний Хончакрак. Несмотря на то, что в тарифе же у нас заложена перегрузка на хуторе Красном, а теперь, если даже она будет в Верхнем Хончакраке, то будут дополнительные расходы. Но я думаю, что мы сумеем найти общий язык с инвестором для того, чтобы больше для населения, для юрлиц, находящихся на нашей территории, увеличения больше никакого не последовало. В перспективе площадка будет необходима, когда заработает новая система межмуниципальных полигонов. Ее разработали на краевом уровне. По плану, мусор из Анапы должны возить в станицу Ворениковскую, что гораздо ближе, чем Абинск. Следовательно, появится возможность снизить тарифы. Однако пока для проекта ищут инвестора. И вновь о приближении нового учебного года. 60 начинающих спортсменов пополнят ряды воспитанников спортивной школы «Виктория». Минувшие выходные в учреждении проходят отбор на деление плавания. Родители будущих пловцов отмечали. Качество дополнительного образования в Анапе на высоком уровне. Занятия спортом в детстве – залог крепкого здоровья и стартовая площадка для высоких достижений. Три человека на место. Практически вузовский конкурс на отделение плавания в спортивной школе «Виктория». Отбор идет по федеральным требованиям. Тренеры оценивают общую физическую подготовку детей. Идет второй поток переводных испытаний на отделение плавания. На отделение плавания мы набираем всего 60 человек. Это две группы. На данный момент у нас три потока – это почти 150 человек. Вот они – будущие Сальниковы, Поповы и Ильченко. Ни капли не волнуются. Где царит дух состязательности, так это в зрительском зале. Родители заметно переживают за будущих чемпионов. Дети же со свойственной им непосредственностью признаются. Мама привела. Моя мама выбрала, потому что, чтобы я научился плавать. Танцевать на воде. Потому что интересно. Я сюда переехала, хочу попробовать. Дополнительное образование в Анапе на высоком уровне. Например, спортивных школ в нашем городе 10. В них воспитываются свыше 11 тысяч детей. Отделение плавания в Виктории – одно из самых востребованных спортивных направлений. Вот мы из спортивных школ выбрали именно спортивную школу Виктории, потому что здесь представлено очень много направлений. И нас интересует плавание и художественная, либо спортивная гимнастика, потому что у нас ребятишки очень гибкие. И девочке, допустим, полезно тоже для осанки плаванием заниматься. 15 сентября – Виктории день открытых дверей. Хорошая возможность получить исчерпывающую и достоверную информацию о жизни в школах и ее планах. Главное событие, которого ждут педагоги, родители и, конечно, юные пловцы – ремонт бассейна. Отделение плавания в полном объеме, как положено, начнет работать у нас после окончания ремонта. Окончание ремонта по договору 1 ноября. Но комплектование групп уже произведено. И начальная подготовка пока будет работать на суше. Это будут проходить организационные занятия, будут проходить родительские собрания. И будем работать на суше. Подготовка пловцов на сушу предполагается любой программой. Мы, наверное, выработаем сушу всю в начале года учебного, а потом будем догонять в воду. К 1 сентября школа заметно обновилась. Ремонт сделан во всех спортивных залах. Старый линолеум в большей части здания заменили, покрасили площадку в волейбольном зале. Закупили новые мячи и гимнастические снаряды. Почти 900 юных спортсменов со дня на день продолжат здесь обучение. Школа для нашей детворы была и остается тем, объединяющим местом на земле, где формируются характеры и будущие судьбы. Она нужна маленькому человеку для того, чтобы открывать новые миры познания. В том числе и коммуникационные. Для детей с ограниченными возможностями это особенно важно. Лифт в школе – это пока еще роскошь и средство передвижения. Для Тани Шалаевой огромная радость. Гимназию Эврика, она ходит 6 лет, и преодоление каждой ступеньки всегда для нее было тяжелым испытанием. Мне было трудно изначально подниматься, но я с этим справлялась. Я никогда не привыкла сдаваться. И мне нравилось учиться, поэтому я преодолевала трудности с удовольствием. Так уж сложилось, что с рождения этой хрупкой девчушке приходится все время бороться. Сначала за жизнь в роддоме из близнецов, только ей удалось сохранить ее. Родовая травма лишила возможности легко и самостоятельно двигаться, но мамина рука всегда рядом. И сейчас Таня стремится доказать всем и себе в первую очередь, что она осуществит все свои планы. Ведь у нее есть самое главное – теплота общения и уважительное отношение к людям. Одноклассники ко мне относятся хорошо. У меня есть подруги, Эля Плугатырь, с которой я дружу, я могу всегда к ней обратиться за помощью. Ну о чем ты мечтаешь, расскажи? Кем хочешь стать? У тебя все-таки уже выпускной год начинается, да? Да, выпускной год. Я хотела бы стать или врачом, или техником программного обеспечения. Хорошие планы. Может быть, придется создавать такие лифты для инвалидов или гаджеты, которые сделают их мир той самой безбарьерной средой, к которой стремится мир. Даже если речь будет идти всего о нескольких учениках или об одном, как Таня, например. Лифт появился у нас в 2014 году на условиях софинансирования краевой и федеральной программы. И он нам был действительно очень нужен и значительно облегчил доступ в гимназию детей-инвалидов. 1 сентября такие, как Таня, дети придут в наши школы. Давайте подарим им веру в их безграничные возможности. Каждый на своем участке ответственности. В День российского кино, который отметили в эти выходные, театральная площадь превратилась в кинотеатр. Гости и жители города, которые пришли на праздничный сеанс, смогли принять участие в викторине, а также послушать живую музыку. Музыка из кинофильмов чередовалась с классическими вальсами и популярными мелодиями. Кто-то из жителей окрестных домов принес табуретку, чтобы лишний раз не стеснять гостей курорта. Анастасия из подмосковного города Клин приезжает в Анапу с семьей уже не первый раз. Говорит, что нравится здешняя атмосфера, а подобные мероприятия помогают разнообразить пляжный отдых. Очень интересно, здорово. Мы очень рады, что мы попали на такое мероприятие. Будет как провести время, не скучно. Детей развлекали герои мультиков. Для взрослых приготовили фильм «Легенда номер 17» про советского хоккеиста Валерия Харламова. Нам очень хочется, чтобы наше кино российское было самым лучшим, самым веселым, самым добрым, самым хорошим, самым воспитывающим. От имени главы нашего города Сергеева Сергея Павловича я поздравляю нас с вами с этим праздником. Мне очень хочется, чтобы вы сегодня получили хорошее настроение, посмотрев фильм, который сегодня будут показывать здесь на экране. «Легенда номер 17» я считаю это шедевр нашего российского кино. Людмила Мурашова пригласила зрителей на фестиваль «Киношок», который пройдет в Анапе с 3 по 10 сентября в юбилейный 25-й раз. Здесь же на театральной можно будет увидеть российские премьеры. Днем в рамках фестиваля «Киномалышок» покажут новые детские фильмы, пройдут творческие встречи с актерами, а также другие уже полюбившиеся гостям мероприятия. С начала года анапский филиал «Кубань Энерго» подключил порядка полутора тысяч абонентов. Десятая часть договоров приходится на организации и предприятия. Теперь заявку на подключение можно оформить на сайте компании, а затем в удобное время прийти за документами. В Центре обслуживания потребителей «Кубань Энерго» города-курорта Анапа нет очередей. Хотя в компании отмечают, что желающих подключить свой дом или предприятие к электросетям в этом году больше примерно на 20%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Теперь заявку на подключение можно подать, обратившись по телефону горячей линии. Возможность предварительной записи через контактный центр ПАО «Кубань Энерго» сделала процедуру подачи заявки на технологическое присоединение максимально комфортной для потребителя. Человек выбирает для себя удобное время, когда он может подойти к нам и подать заявку на технологическое присоединение или получить необходимую для него услугу. Подключиться к электросетям «Кубань Энерго» сегодня можно вообще не выходя из дома, а через личный кабинет на сайте компании. Необходимо зарегистрироваться, отправить через интернет сканы необходимых документов. Через 15 дней там же можно ознакомиться с проектом договора, подписать и отправить по почте, дождавшись ответного письма, со своим экземпляром, подписанным представителем компании. А можно записаться по телефону горячей линии и прийти лично. В удобное время. Удобно все через интернет и сидя дома. Рабочее время с 8 до 5, а вечером в свободное время я могла это все сделать. Узнала сайт «Кубань Энерго» по телефону горячей линии. Я пришла домой свободно от работы временно, брала этот сайт, отправила нужные копии документов. И в течение 15 дней я получила разрешение на технические условия. Энергетики поясняют, что сегодня перед компанией стоит задача обеспечить качественное сопровождение потребителей с помощью современных технологий. Клиент может выбирать любой удобный для него канал связи. Помимо глобальной сети, получить информацию можно в терминалах. В планах установить еще несколько таких устройств в разных точках города. Осторожно, мошенники. На территории города-курорта Анапа участили случаи телефонного обмана. По информации полицейских, на прошлой неделе на мобильной одной из местных жительниц позвонили и представились с сотрудником полиции. Сообщил ей, что якобы задержан ее сын по подзрению в совершении преступления. И он, если получит определенную сумму денежных средств, сможет увезти его от уголовной ответственности. В последующем данная гражданка, испугавшись за своего родного сына, произвела перевод денежных средств в сумме 100 тысяч рублей указанному злоумышленнику. Уже позже выяснилось, что родственник женщины не задерживался правоохранителями, а перечисленная сумма была списана с реквизитов. Сотрудники полиции обращаются к жителям и гостям города-курорта Анапа. Не поддавайтесь на уловки преступников, а в случае возникновения подобной ситуации более тщательно проверяйте информацию и обращайтесь в соответствующие органы. В случаях, если к вам поступают подобные звонки от злоумышленников, мошенников, следует незамедлительно обращаться к лицу, в отношении которого вам предоставляют какую-то информацию, то, что он задержан или находится в беде какой-то, либо сообщать в органы предварительного следствия, в отдел полиции по городу Анапе, с целью выяснения обстоятельств, которые вам могут предположительно рассказать злоумышленники и мошенники. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.